Мы продолжаем рассказывать о том, как поддерживаются кубанские производители. Продукция трикотажного производства «Белара» хорошо известна не только славянцам, но и многим кубанцам. Мы побывали на этом предприятии. Трикотажное производство «Белара» работает уже более 22 лет. За это время накоплен богатейший опыт, завоеван настоящий авторитет. Предприятие – участник федерального конкурса «Высококачественные товары России», обладатель знака применения «Высококачественные товары Кубани», диплом о применении «100 лучших товаров России». Трикотаж «Белара» известен привлекательным и современным дизайном, оригинальной отделкой с широкой цветовой гаммой. Руководитель трикотажного производства Лариса Белова, обладатель знака «Отличник качества России», заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Кубани, рассказала о своем предприятии. Трикотажное производство «Белара» выпускает мужской, женский, детский ассортимент с полным размерным рядом, стопроцентного хлопка. В продукцию ассортимент входит нижний белевой трикотаж. Это футболки, майки, ночные сорочки, пижамки. От новорожденного от нуля месяцев до 72-го размера. Продукция вся сертифицирована. Для правообладателей знака «Сделано на Кубани», одним из которых является трикотажное производство, есть определенные преимущества. И фонд развития промышленности содействует производственникам, выдавая выгодный займ. Фонд развития промышленности под руководством Дмитрия Игоряча Королева расположен в Краснодарском крае, городе Краснодаре, по улице Трамвайной, 2-6. Подготовка документов занимает в течение двух недель. В течение трех недель мы взяли займ «Приоритет». Называется это для промышленности, для легкой промышленности, под 1% годовых. Конечно, такой займ пришелся как нельзя к стать, и он очень помог. Займ взяли на пополнение оборотных средств производственной деятельности. Мы закупили трикотажные полотна разных классификаций, разных моделей, разного качества. Это пенье, ринг, опен-энд, разные полотна, футер, хлопок стопроцентный, с лайкрой, двухнитка, трехнитка для пошивов производства. В планах расширение производства, новая техника и новые достижения по качеству продукции. Мои планы – это в будущем достичь сотрудников производства, 250 человек, модернизировать полностью производство на японское автоматизированное оборудование с подрезкой. Все зависит от оборудки, все зависит от капиталовложений. И я, конечно, очень надеюсь в помощь фонда развития промышленности. Нам очень хорошо помогает департамент развития промышленности под руководством Ивана Алексеевича Куликова. Мы плотно взаимодействуем с фондами. Инжиниринговый центр очень хорошо помогает. Поэтому я призываю всех работодателей нашего района, края, не бойтесь, обращайтесь в фонд развития промышленности. Благодаря содействию фонда развития промышленности перед трикотажным производством открываются более широкие перспективы. Имеющиеся возможности здесь используют на благо коллектива и развития производства. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».